В этом году в Хабаровском крае организовано около 79 тысяч мест для отдыха, оздоровления и занятости школьников во время летних каникул. Все они проверены на безопасность и готовность принять детей в летний период. Наша съемочная группа побывала в одном из оздоровительных лагерей Амурского района, в загородном лагере «Орбита», совместно с приемной комиссией. Какие работы были проведены к приезду детей, нам рассказала директор лагеря Татьяна Петровна Шумилова. В этом году, как и в предыдущие годы, очень много сделано перед началом летнего сезона. Прежде всего, косметический ремонт всех корпусов. Начиная с ремонта полов, стен, замены обоев, даже в первом корпусе заменили окна, потому что 40 лет столярка, уже срок, конечно, вышел. И теперь первый корпус у нас очень нарядный, красивый, хорошо смотрится. Я думаю, что на следующие годы мы поменяем их в третьем и во втором корпусе, и детям будет приятно жить в таких корпусах красивых. В этом году планируется также четыре смены. Первая смена уже традиционная стала, творческая. Дети Амура. Приезжают дети со всего Хабаровского края. И 100 детей, значит, с Хабаровского края, и 100 детей с Амурского района. Это Ачан, Вознесеновка, Оми, Джуем. Вторая смена. Мы ее посвятили юбилейным датам нашего района, 50 лет, 55 лет, городу Амурску, 75 лет Хабаровскому краю. Она называется «Созвездие талантов». Приезжают творческие дети, которые занимаются в музыкальных школах, в танцевальных каких-то коллективах, в художественной школе. И смена очень популярная, и получается, в ней нет детей из детских домов. Она вот именно для нашего города. И родители приходят, в общем-то, можно сказать, она уже полностью занята. Еще две смены, третья и четвертая, там будут присутствовать дети из детских домов. Ну вот прошлый год очень мы хорошо отработали, спокойные дети, видимо, уже как-то педагоги, наверное, настраивают, директора детских домов. Не было никаких конфликтов. Прошла смена спокойно. Администрация Амурского муниципального района выделила около 1 миллиона 477 тысяч рублей на подготовку к летней кампании. Еще полтора миллиона рублей было вложено за счет стоимости путевок. Значительно была обновлена материальная база. На кухне появился новый хозяйственный инвентарь, в прачечной новые стиральные машины. Сделан капитальный ремонт санузлов. Закуплено новое постельное белье, прикроватные тумбочки. На территории лагеря установлены две беседки. Сделан спортивный городок. Территория выглядит, как парковая зона. В дни школьных каникул в лагере смогут отдохнуть не менее 700 детей. В ходе пожарно-технических обследований особое внимание уделялось наличию и исправности систем автоматической пожарной защиты. Первичных средств пожаротушения, телефонной связи, исправности сетей противопожарного водоснабжения, а также защищенности лагеря от прямого воздействия лесных пожаров. Сотрудниками инспекции были проведены дополнительные инструктажи с оплуживающим персоналом. Оказана практическая помощь в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности. Лагерь был принят к эксплуатации. Продолжение следует...